Издать записки в России на русском языке. Вот, пожалуйста, вы его видите. Фотографии, документы, книги, памятные медали. Каждый предмет на выставке Остафьева достопамятно для моего сердца, дает представление об эпохе и окружении Николая Карамзина, знаменитого писателя, переводчика, путешественника и издателя. Открытие в стенах Дома Российского Исторического Общества глубоко символично по ряду причин. И по причине того, что вклад Николая Михайловича в нашу историческую науку, в историческое просвещение в России пересомить, думаю, что невозможно. И по причине того, что жизнь сооснователя и первого представителя Российского Исторического Общества в стране речи Вяземского была достаточно тесно связана с жизнью и наследием Карамзина. Остафьева – известная усадьба князей Вяземских, по преданию названная Пушкиным русским парнасом. Ее гостями были знаковые деятели отечественной истории и культуры, среди которых особое место, несомненно, принадлежало к Карамзину. Именно в этом месте прошел наиболее плодотворный этап жизни Николая Михайловича. В усадьбе он работал над знаменитой историей государства российского. Я рад, что выставка проходит в год 255-летия со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Ну, а связь нашего музея с Российским Историческим Обществом, в общем, всем-всем-всем понятно, действительно. И Николай Михайлович Карамзин, который работал в Остафьеве 12 лет и написал за это время 8 томов исторических стартов российского. Князь Петр Андреевич Вяземский, первый председатель русского тогда еще исторического общества, воспитанник Николая Михайловича Карамзина, которого он называл своим вторым отцом. В Остафьевский период Карамзин написал также записку о древней и новой России, называемую исследователями манифестом русского политического консерватизма. Причем писал он свои труды вот в такой весьма скромной обстановке. Небольшую реконструкцию этого рабочего стола историографом в Остафьеве мы здесь и представляем. В Остафьево Карамзину присылали и привозили необходимые для изучения книги, манускрипты, летописи из архивов иностранной коллегии, Синода, Эрмитажа, Академии наук и Московского университета. Наконец, из частных собраний и библиотек. Благодаря Николаю Михайловичу Карамзину история нашей страны была, пожалуй, впервые изложена так последовательно, так образно, так увлекательно и ярко. Рассказывают, что один из современников историографа, граф Федор Толстой, известный путешественник, Сиборит Асмутьян, осилив первый тон в истории государства российского, воскликнул в изумлении. Оказывается, и у меня есть отечество. Музей усадьбы Остафьево сегодня один из центров по изучению и сохранению наследия Карамзина. В стенах усадьбы проводятся международные научные конференции, лекции, доклады, издаются карамзинские сборники. Словом, делается все, чтобы слава о его делах передавалась от поколения к поколению. Служба информации Фонда Истории Отечества.